Всем привет, с вами Аурум и сегодня я хочу познакомиться и вас познакомить с абсолютно уникальным юнитом. Ну ладно, не абсолютно уникальным, но из того, что мы видим в новом режиме, из тех юнитов, которых мы видим, самый большой вопрос, конечно же, вызывает именно пушка. Да, пушка на колесиках, вот она, это что-то вроде спарки. Я не знаю, почему спарки не ввели, но я так понимаю, сначала решили поэкспериментировать с пушкой. А все остальные юниты, в принципе, нам до боли знакомы, то есть это Варвар, Луки, Гига, Мухи, Бомбер, Дракончик. Ну, собственно, у них у всех действие немного отличается от того, что мы привыкли видеть, но все же мы их видели. Ну, по большому счету, то же самое можно сказать о пушке, ее просто поставили на колесики. То есть это, я не знаю, такая вот, это как ребенок спарки, да, это может внук какой-то спарки. Посмотрите просто на дизайн, это реально вот колесики те же самые, что у спарки, но на них стоит пушка. Очень наркоманская тема. Ну, то есть, действительно, вот даже в описании написано, пушка на колесах, спорим, этого никто не ожидал. Мощнейшая военная машина, вот только не очень крепкая. И правда, никто не ожидал, потому что, ну, такая дурость прийти в голову могла только Суперселлу. Ну, наверное, в хорошем смысле слова, потому что все-таки что-то плюс-минус новенькое. Хотя вот опять же, оно не настолько новенькое, потому что взяли обычную пушку и просто поставили на колесики. Что касается характеристик. Урон в секунду 100, здоровье 200. Это все первого уровня, то есть урон в секунду 100, ребят. Смотрите, урон в секунду 100, смотрим ту же лучницу. Уровень 7 лучницы, и у нее урон в секунду 48. То есть, насколько она мощнее лучницы, просто жесть. При этом это абсолютно только первый уровень, да. То есть, она вроде бы хрупкая, да. Но не настолько тоже она хрупкая, потому что она, конечно, намного мощнее лучницы. Единственное, что занимает она 2 места, в отличие от той же лучницы. И стреляет только по земле. Вот, и это как бы ее единственные минуса. Сейчас вот на данный момент воздушных юнитов, ну, я не видел ни у кого на защите, да. Поэтому, в принципе, ей и не нужен воздух. Но то, что она достаточно сильная и занимает как бы 2 места, это очень прикольно. Конечно, я сейчас первым уровнем тащить адекватно не смогу. Все-таки луки ничего не заметят, не заменят, да. Но сейчас попробовать ее пофаниться, я думаю, стоит. Давайте для начала пойдем именно вот таким вот набором. Это гиги, луки и пару пушек, а потом, может, еще что-то интересное посмотрим. Да, ребят, базу я свою так и не перестроил. Поэтому, конечно же, наваливать мне, наверное, будет. Но мне правда, мне так лень. Я, наверное, сниму отдельный видос по базам. Сам разберусь в базах, вам покажу. Вот, ну, а сейчас будем атаковать тем, чем можем атаковать. Я думаю, ну, вот опять соперник нас просит, чтобы мы снизу заходили. А мы такие плохиши будем заходить сверху. И, думаю, прям вот сразу с двух флангов, да, грубо говоря. Так, пораскидываем здесь лучниц. Все хорошо. И с обеих флангов пустим пушки. Давайте смотреть просто, как работают пушки. А, ну, у нас герой еще, конечно, по центру. Отличный. А, герой. Нет, отлично, он пошел бить забор. Вроде пока все хорошо. Хорошо, смотрим на пушку. Скорострельность у нее, конечно же, намного медленнее вроде бы, чем лучница. Но фигачит не кисло. Очень даже не кисло. То есть мне прям очень, я предвкушаю, попробовать вместо вообще лучниц взять только пушки. Или представьте, вообще просто набор войск сугубо только пушки. Это было бы очень круто. Пока у нас все хорошо получается. Единственное, вот этот молот мы не пройдем. А, герой живи. Гик полудохлый. Эээ, сложно. Но уже еще чуточек, чуточку. Нет, все нормально. Мы уничтожили все защитные сооружения. Герой наш сдох, но он вытащил полностью все. И вот смотрите, в конце поединка у нас остается сугубо две пушки. Если бы это были лучницы, я могу деньги на ком поставить, они бы сдохли. А так, в принципе, написано о них в информации, что они хиленькие. Но я не вижу ничего хилого. Вроде очень даже. Давайте сейчас возьмем и вместо лучниц прям поставим только эти пушки. И посмотрим, насколько вообще можно этим всем делом атаковать. Ну, конечно, по войскам у нас получилось прям, ну, вообще такое, да. То есть у нас 4 пушки, 4 гига. То есть, блин, что за фигня. Как-то очень мало войск, правда. То есть, помните вот эту линейку количества войск, если мы там в реальном Clash of Plans воюем? Ну, ладно, 4 пушки это уже что-то. Давайте попробуем. Ну, прям войск реально как-то вот маловато. Очень маловато. Хорошо, будем заходить, 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 заходить. Наверное, вот с этой стороны. И вот здесь на каждую сторону по пушечке. В средину еще герой. Смотрите, как гигов закинуло в центр. Это очень прикольная новая ловушка, которая иногда делает, ну, сопернику, я не знаю, медвежью услугу. Потому что не всегда круто, когда гигов фиг пойми куда забрасывает. Может, это про думан, конечно, что в центр базы. Но я очень сильно сомневаюсь. И фак! Вот она, смотрите. Блин, пушки. Да, вот здесь, видите, ее закинуло в центр, ее сразу уничтожили. Достаточно быстро уничтожаются пушки, если они попадают под вражеский огонь. То есть, без танков я так предвкушаю. Это вообще дело очень плохое. Ну, и мы видим, что я бы эту базу, думаю, если лучницы были бы, даже без пушек, я бы взял. Но, опять же, не забываем, пушки сугубо первого уровня по сравнению с тем, что лучницы у меня седьмого. Поэтому не забываем этот факт. И так-то, в целом, в принципе, нормально. Ну, и вот одна пушечка еще сможет добить, ну, вот, 70%. Это все, что она выбит. И сейчас будем смотреть прям дуэльку между двухстволкой. Ой, это было очень быстро и больно. Ничь. Окей, а как вам такой состав войск? Не ожидали? Ну, это, правда, будет эпично. Конечно же, я не рассчитываю здесь на победу, потому что только один танк. А пушки вы уже видели, какие хиленькие. Но все же, может быть, что-то у нас получится. Ну, сами, как бы, я не знаю. Давайте пойдем, пойдем. Мне вот этот угол, в принципе, очень нравится. Здесь выход сразу на ратушу. Это гарантированная звездочка. Да и с чем, черт не шутит, может, больше 50% набьем. Окей. Я думаю, здесь сразу ловушка. О! Жестко. Это было больно. Если бы это были гиги. Прям чувак, вот видите, он шарил, что я сделал. Смотрите. Опа. Моя пушка выиграла дуэльку вместе с Теслой. Это очень хорошо. Пока все идет прям замечательно. Мы сейчас даже заберем ТХ этими пушками. Ну, и пушки выглядят эпично, да. Вот что сказать. Они прям действительно выглядят очень эпично. Но как только умрет герой, а он умрет сейчас, пушки очень легкая добыча. Смотрите, как быстро, да, уничтожаются пушечки. Вот, смотрите, с двухстволочкой. Они даже не успевают доехать. Но я так не играю. Нет. Ну. Да. Мы набили 37%. Тактика с пушками прям, ну, не очень. Правда не очень. Ну что ж, давайте попытаем счастье еще раз. Я не рассчитываю на супер блестящие победы. Потому что вся игра сейчас, конечно, заточена на гигах. То есть классическая дека, классический набор войск. Это гиги плюс луки. Ну и не зря же все ими играют. Ребят, честно, все играют. Я начал играть интуитивно гигами-луками. И думал, вот сейчас кто-то что-то придумает. Я где-то что-то узнаю, как же нужно, чем играть. Хрен там. Все абсолютно играют гигами и луками. Гиги это танки. И здесь вот та же тема, что, в принципе, пушек немного маловато. Одна пушка по своей мощи не как две лучницы. Поэтому, ну, вот такая мораль. Это я как бы оправдываю то, что сейчас нас опять нагнут. Смотрите, есть вход. Опять хитрая база. Нам оставили вот здесь вход, но мы туда не пойдем. Мы, наверное, пойдем вот с какой-то такой стороны. Например, вот тут. Пусть пока наш чувак вот здесь будет хабатиться. Хабатунчик. Вот здесь сразу пораскидаем. И все вместе вот таким вот образом. Я даже вот это сейчас заскриню, блин. Вообще классно, да? Смотрите, какая красота-то. Ай, красота. Ну, клево, клево, да. Ну, опять же, все пушки сдохли. Вот смотрите, нету танков. Умирают они просто моментально. Они не намного живучее, чем лучницы, да? То есть, если лучницу там с одной из двух тык убивают. Ну, пушку убивают. Блин. Ну, смотрите. Ну, 44%. Ну, обидно ведь. Надо было, конечно, одну пушку оставить. Нет, вообще бы ничего не помогло. По большому счету. Лучница убивает с двух выстрелов. Обычная пушка с трех. Ну, о чем здесь можно говорить? Без танков эти пушки вообще бесполезны. Ну, подводя итог сегодняшнему видео, что я могу сказать? В принципе, пушка тема интересная, красивая. Довольно динамичная. Ну, в плане очень интересно за ней наблюдать на поле боя. Но для меня пока абсолютно бесполезная. Ну, правда. То есть, играть еще в сумме, там, например, 4 гига, 4 лучницы и 2 пушки, так, в принципе, еще куда не шло. Но, в принципе, вот этот топ-микс, новый топ-микс, да? Гиги плюс луки, он никуда не делся. И без него реально напряжно. То есть, все играют сейчас гигами и лучницами. И продолжат играть до ближайших обновлений. То есть, в принципе, Clash of Clans, она всегда была топ-миксовой игрой. То есть, это не рояль, где у каждого своя собственная дека. И вариантов дек, ну, достаточно много. В Clash это топ-миксы. Очень много вариаций, очень много топ-миксов. Поэтому, ну, ничего не можем с этим пока поделать. Но, в любом случае, мне кажется, у пушки есть будущее. Такое вот чудо такое на колесиках. Опять же, я не знаю, прародитель этой пушки Спарки. И мне кажется, когда-то Спарки все-таки появится в игре Clash of Clans. Ну, и на сегодня на этом все. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачки, ребят.